Небольшая армия тех, кто формирует европейскую политику, может пополниться молодым австрийским новобранцем. 31-летний Себастьян Курц в полушаге от поста канцлера Австрии. В полушаге, поскольку самому молодому лидеру в истории страны предстоит сформировать правительство. С кем дружить собирается, выясняла Татьяна Лагунова. В 31 год без пяти минут канцлер Австрии. И сторонники называют его политическим вундеркиндом, оппоненты дразнят киндер-сюрприз. Самый молодой министр иностранных дел в истории Австрии Себастьян Курц выиграл выборы. И похоже, вскоре станет самым молодым лидером страны. Сторонники австрийской народной партии празднуют победу с плакатами «Спасибо». Благодарят избирателей, которые отдали за политическую силу более 30% голосов. И сделали их лидера Себастьяна Курца самым вероятным кандидатом на пост канцлера. Австрийцам он пообещал новый стиль управления и виртуозно сыграл на правом поле. Продавив введение жестких квот на прием беженцев и закрытие балканского маршрута. Это не победа над другими, а возможность реальных изменений в нашей стране. Этот день дал сильный мандат для изменений. И я благодарю вас за это. Чтобы изменить страну, Курцу еще нужно сформировать правящую коалицию. Вариантов у него всего два. Маловероятный союз социал-демократами. С ними Курц рассорился из-за грязной предвыборной кампании эздеков. Более вероятный, но сложный с правыми популистами из австрийской партии «Свободы». Эта политическая сила требует вообще прекратить прием беженцев, отменить санкции против России и признать аннексию Крыма. Посмотрим, насколько они честны и серьезны. Готовы ли они начинать с нами честные переговоры. Но будьте уверены, мы останемся верными себе и австрийцам. Удастся ли консерватору и еврооптимисту Курцу найти компромисс с ультраправыми и кто получит портфель министра иностранных дел в новом австрийском правительстве, покажет время. В любом случае, коалиционные переговоры будут долгими, сложными и вряд ли обойдутся без громких политических сюрпризов. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала «Интер». Спасибо.